На арене уже разгуливали в ожидании скорой добычи два голодных льва. Молодой лев и старый. Вот вели христианина к львам. Молодой лев, оскарив свои зубы, медленно направился к своей жертве. Зрители затаили дыхание. Всего один скачок льва, и человека не станет. Я попрошу маленькие слова сказать немножко. Тут не все наши. Кое-кого нету, там уже во взрослых. Идут. Для сестрам хотел сказать. Вот вы здесь приходите, вы одеты, ну, загляденье. Христиане. Как вы ходите, ничего не могу сделать. Выше колен юбки подняты. Как подстрелянные какие-то, идут синишки. Я вчера наткнулся в интернете, фотографии старые. Там никто не думал, это редкие фотографии. Ни одной девочки нету, чтобы выше 20 сантиметров хотя бы от пола было платье. Там, работают, на поле, маленькие совсем. У всех одинаковые. Матери это видят, знают. Я в потерявке пытался это делать. Ничего не сделаешь. Почему? Сами то грудь раскрытая, то что-то. Повторяю, ни одна, где мусульмане держат еще руку на шариате на своем, она не выйдет из дома так. И дома она так не будет ходить. Ну, просто даже и подумать. Мы что, двойной жизнью живем? Зачем? Вот в лагере у меня это не позволено. Ниже колен должно быть платье. Гляжу, прямо в храм заходит. Ну, вот совсем. Я не могу вас одевать, вас родители одевают. Вы понимаете, что вы делаетесь уязвимыми. Вы горько будете раскаиваться. Вы будете страшно кричать, плакать. Вы привлекаете к себе взгляды недобрых людей. И вам никто не поможет. Вы даже этого не хотите понять. Родители почему этого не понимают? Я имею опыт. Не день, два, сорок пять лет начальник лагеря. И вот бывают девочки из каких-то семей приезжают и занимаются Словом Божьим. Такие внимательные. К ним ребята вообще никак не подходят. Совсем. А другая, которая так вольно себя ведет. Ну, были, где дома там одна была. Прямо липнут к ней. Ну, потому что набираем-то не из своих, а откуда-то из города. Говорят, что они верующие. Вам понятно, что я говорю? Вы сами это поставьте. Если нет платья, но шейте из любого цвета. Сегодня могут одна штанина синяя, другая красная. Там что угодно. Мальчикам нет никаких претензий. Я о вас заботюсь. Я когда считаю статистику, сколько насилий, сколько беды. И все из-за чего все указывают. Она была одета так. Зачем вы ее так одели? Маленькие уже сережки. Ну, сразу и... Он попался. Почему ты... Ну, для чего показывает эта раздетая там мисс красота? Какая красота? Тело тебе не принадлежит. Как расположенные глаза не принадлежит. Это Бог сделал. Тебе красота души принадлежит. Вы друг другу подсказываете. Неужели ни один из вас этого не понимает? Ведь мы уже сколько здесь находимся. Некоторые родились в нашей общине. Все равно заходят. Значит, целую неделю они ходят померзки одетые. Я не могу ничего сказать. Я внутренне содрогаюсь. Я вижу беду. Беду. Притом беду непоправимую. И потеряю в кита же самое. Идет коров в пасти. Давайте вот так. Одеты или нет? У нас тут была эта. Евгения Дмитриевна зашла, когда она со своей Настей. Да, она у нее. Да, это шла она по грязи. Она закатала. Закатала так, что выше пояса. Ну, тут Дебунов ее раскрутил, раскатал. Где она? Нигде нету. И которые сопротивлялись. Ни одного человека нигде нету. Они все ушли в мир. Потому что она мирская была. Еще тут ее придерживали как-то. Ну, вы считаете и применяете это к делу. Вот ее можно надеть как куколку. Можно на нее щелму надеть сейчас. Она куда наденется? Она же подвластная. Ну, по-кришнаитски одеть можно. Как угодно можно. Но вы сами это поймите. Мы вчера, даже сегодня посмотрели с братом Владимиром. Посмотрите. Все до одного с поясом. Это не наше время. С поясом. А это дореволюционные все снимки. Сидят, обедают там. А видно, все с поясом сидят. Все до одного с бородами. До одного. Ну, сейчас-то ты где найдешь, чтобы с поясом и с бородой? Да ни одного в городе не найдешь. Чтобы с поясом и с бородой мы проехали весь Союз и Европу. И ни одного человека почти не видели. Женщин видели в платках. Мужчин с бородами. С поясом нет. Пояс еще страшнее. Почему? Подпоящесть истины. А так говорит об истине. И залгали все. А женщина без платка. Везде без платка. Где бы ни были. И до революции без платка. А платья длинная без платка. Значит, платок еще дороже. Без платка нигде шагу не было. Почему? Молящаяся, непокрытая головой, постыжает себя. Никто не молится. Революция. И дальше, что миллионы людей пойдут у них. Там будут насиловать, убивать. С голода умирать. 5-7 миллионов только от голодомора умерло. А сейчас только... Зашел и еще опять увидел. Все это вспоминают люди. А ведь это все у нас. На нас как бы ни нападали, если мы Богу верно, ничего не могут сделать. Нынче какая власть на нас накатила. Вообще казалось, ничего не сделали. Суд прошел. У них все. Я сегодня скажу об этом. Они миллионы, миллионы, сотни миллионов выиграли. Здесь не могли ни рубля взять. Почему? Наша преданность Богу. Молитва людей. И все знают, у нас христианство не наигранное. И это я вам покажу сегодня. Это понимают все, кто с нами знают, сопатриаршие. Высокого звания, богослова. Я-то сразу подмечают. Вот это все время напоминать бы им надо. Девочки-то все какие. Они сидят-то здесь. Это картинка. Как выходят, переоделись. Ну так можно что угодно. Бороду приклеил, вышел, отлепил ее в карман. Учителя, сберегите молодежь. И вы друг другу помогаете. Я в деревне говорю, по одному не пускайте пасти девочек. Все равно пускают. Дома сидят телевизоры, взрослый мальчик смотрит. Вы думаете или нет, что это не просто беда, это трагедия? Почему вы бесчувственные такие? Этому не надо учить. Ты должен на другом уровне это чувствовать и понимать. Вперед все видеть. Видеть поругание, эту смерть. Она задушенная будет. Его задержали. 37 девушек задушил один. В машину садятся. Одеты как попало, грудь открытая. Увел и все. Теперь нашли. Там Михеевич или как-то он где-то. А ездил на чем? На медицинской машине. Встречал. Отвозил раненых. Сегодня все перевернутое. И чем душил? Шарфиком? Своим что? И теперь фотографии показывают. Его готовы растерзать. Ну да, расстреляли. Но их-то не вернешь. А натолкнулся бы на такой. Не натолкнулся ни на одну. Все мирские до одной. Гибнут самолеты. Вертолеты падают. И там дети написано погибают. В каком виде? Что? За упокой? А все за упокой. А могли жить. Я просто говорю, у меня душа и страдала, взгляда на это. Но изменить отношение к самим себе. К тому, что ниже коется. И то, что выше шеи. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. И после этого лев спокойно удалился в клетку. Театр огласился громким рукоплесканием. Сам жестокий царь Ейрон был поражен этой картиной. И после этого он даровал Андропулов жизнь. Вот картинка, посмотрите. Вот чудо-чудо такого чудесного избавления. Но старый лев показал, и молодой его послушался. А львов перед казнями не кормили долгое время. Специально, чтобы они кидались на всех, кто им попадался. Видите? Было так художники. Тогда не было фотоаппаратов. Вот так и нарисовали. Все запели. Пойдемте, служба тебе короче. Так, я просто буду на вашу сетку, да? Это на вашу семью. Это на вашу семью. Это после службы. Они же сейчас в храм пойдут. Зачем им сейчас в руках это все? А, ну вы у себя там положите. Положите, идите, Бог. Верча, это на вашу семью. Вот еще. Вот еще. Учебный Господь, боящихся его. И хвосты растутся в запад, Ударилась от нас беззаконие наше. Я, хуже щедрит эти цены, Ущедрит Господь, боящийся его. Я, хуже щедрит эти цены, Ущедрит Господь, боящийся его. Я, хуже Господь, не от века и до века, На боящихся его и правдой его. Я, хуже щедрит эти цены, Ущедрит Господь, боящийся его. Я, хуже щедрит эти цены, Ущедрит Господь. Благословите, Господи, вся сила его, Слуги его, творящие волю его. Благословите, Господа, вся сила его, На всяком месте владычества его. Благословите, Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Свою Сыну и Святому Духу. Хвали, Душа моя, Господа, Вас хвалю, Господа, в животе моем. Боя Богу, моему донде же есть. Не надейтесь на князя на цены человеческие, В дни же нет спасения ее. И зыдет Дух Его и возрождится в землю свою, В Твой день погибла вся помышление Его. Благословите, Господи.